Барбара Халенс-Лебен, доктор богословия, профессор догматического богословия Фрибургского университета, Швейцария. Для своего выступления я выбрала следующую тему «Церкви-сёстры. Германифтические принципы в отношениях христианских церквей». Первая часть моего доклада — «Единство Церкви как исповедание веры». Под единством Церкви мы подразумеваем единство, которое мы исповедуем в Никео-Константинопольском символе веры. Церковь единую, святую, соборную и апостольскую. Православные и католики вместе исповедуют священную форму Церкви. Святой Дух, ведущий нас к Богу Отцу через Иисуса Христа, проявляет себя в знаках истории. Католичество и православие признают основными составляющими Церкви апостольскую веру, таинство и епископское правление, проявляющее себя в совершении Таинства Евхаристии. Католические церкви признают православные церкви как сестринские церкви, в которых присутствует и действует истинная Церковь Иисуса Христа. Стремление лучше понять истинную природу Церквей и Сестер направлено на межправославное и православно-католическое общение. Во второй части я намерена подробнее остановиться на развитии понятия «Церкви-сестры», прежде всего, внутри Церкви на примере католических церквей. Первый этап — реформация. Раскол церковного единства привела к тому, что в католической церкви утвердились антипротестантские настроения, и, опасаясь новых расколов, она предприняла меры, направленные на сохранение церковного единства, которые выразились в усилении централизации власти. И только начиная с этого момента признание авторитета Папы стало рассматриваться как залог истинной веры и спасения. Второй этап. Триденский собор был направлен на восстановление единства с протестантами. Первый Ватиканский собор подтвердил авторитет Папы в ответ на абсолютистские притязания национальных государств с целью защитить авторитет епископов. Третий этап. Во время Второго Ватиканского собора происходит поворот в самоосмыслении Церкви. Форма множественного числа «Церкви» понимается отныне не как следствие разделения, но как подтверждение существования истинной Церкви. Отдельные или поместные церкви и церкви-сёстры ещё эксплицитно не соотносятся, однако движение к сближению терминов уже намечается. Четвёртый этап. В коротком послании Папы Павла IV от 1967 года обращённом к патриарху Афиногору выражения «Поместная Церковь» и «Церковь-сестра» сближаются. Цитирую. В каждой поместной церкви совершается эта тайна божественной любви. И как не назвать любовью отношения поместных церквей, когда они именуют себя церквями-сёстрами? В течение многих веков наши церкви и жили как сёстры, собирая вместе Вселенские соборы, которые защищали кладовые веры от всякого повреждения. Но теперь, после долгого периода взаимного отчуждения и неприятия, наши церкви милостью Божией вновь признали друг друга сёстрами, несмотря на препятствия, некогда разделившие нас. Конец цитаты. Пятый этап. В окружном послании «Да будут все едино» Папы Иоанна Павла II понятия «поместная церковь» и «церковь-сестра» отождествляются. Целый раздел послания озаглавлен «церкви-сёстры». Ими называются отдельные или поместные церкви, в которых в полной мере воплощается церковь Иисуса Христа и которой, следовательно, необходимо стремяться к общению с другими поместными церквами. Шестой этап. Кардинал Иосиф Ратцингер, будучи главой конгрегации «Доктрины веры», напомнил важность наименования «церкви-сёстры» в ноте, посвященной понятию «церкви-сёстры» от 2000 года. Цитирую. «Можно также говорить о церквах-сёстрах в прямом смысле применительно к отдельным католическим и некатолическим церквам. Так даже римская церковь, взятая в отдельности, может быть названа сестрой всех прочих отдельных церквей». Конец цитаты. Седьмой этап. Спустя несколько недель в том же 2000 году тот же кардинал Ратцингер подтверждает в декларации «Господи Иисус» конгрегации «Доктрины веры» тот же постулат, цитирую. «Церкви, которые не пребывают в совершенном общении с католической церковью, оставаясь объединенными с ней крепкими связями, апостольской преемственностью и таинством Евхаристии, являются подлинными поместными церквами. Кроме того, Церковь Христова пребывает и действует также в этих церквах, даже если им не хватает полного общения с католической церковью, и они не принимают католического учения о первоверховной власти». Конец цитаты. Общение с епископом Рима более не рассматривается как критерий истинной веры, который отличает Церковь. Сейчас я сформулирую несколько следствий для католических церквей. Как вы можете видеть, я начинаю говорить о католических церквах во множественном числе. 1. В истории богословия встреча с православной экклезиологией решительным образом повлияла на реформу церковного самосознания на Втором Ватиканском соборе. Необходимо отметить прежде всего встречу представителей Института Святого Сергия и так называемого «нового богословия». Второе. Поворот, наметившийся в ходе Второго Ватиканского собора, в полной мере не завершился. Ад-интро. И поэтому не может принести ожидаемых плодов. Ад-экстра. Реформы по итогам собора проводились вне контактов с православными церквами и остались таким образом внутренними реформами Западной Церкви. Неоднократно говорилось о симптомах, но не удавалось поставить диагноз, согласно которому некоторые из этих симптомов возникли в результате многовекового отчуждения с церквами Востока. Третье. Католическая Церковь осуществила серьезный пересмотр, о котором уже говорилось, общение с епископом Рима более не рассматривается как критерий истинной веры, но таинственный знак единства. Четвертое. Догмат о верховной власти Папы следует сформулировать так, чтобы в нем нашлось место для церквей сестер. Рим — это изначально и, по сути, поместная церковь, и епископ Рима — это прежде всего и, по сути, местный епископ. Силой такого подхода может стать преодоление территориальной ограниченности. «Подобно тому, как личность человека существует внутри него и проявляется вне его». Епископ одной из сестринских церквей, которому в ходе истории церкви была поручена особая забота о церковном единстве, есть лучший и священный знак общения церквей сестер. Пятое. Самосознание католической церкви в экклезиологическом отношении отличается последовательностью. Наряду с территориальным принципом она проводит надтерриториальный принцип церквей сестер. Таким образом, она отделяет себя от современной политической мысли с ее категориями суверенитета и конкуренции. Наиболее заметно это выражается в тождественных заявлениях в отношении различных областей, требующих свидетельств церкви. Высшая полнота власти церкви осуществляется не только Папой, но и коллегией епископов и Вселенским собором. Наряду с Папой непогрешимостью наделены коллегии епископов, Вселенский собор и, цитирую, догматическую конституцию Второго Ватиканского собора. Вся совокупность верующих, имеющих помазание от святого... Конец цитаты. Осмелюсь в конце обратить несколько предложений и вопросов к православным церквам. Будучи католическим теологом, я нахожу в православном богословии тенденции, требующие, как мне кажется, уточнений и касающиеся подготовки Всеправославного собора. Первое. Прошу православных коллег не останавливаться на негативных оценках и неприятии со стороны католических церквей сестер, но продолжать начатую реформу. Второе. Я с некоторым беспокойством прочла в недавней статье о православии следующие интерпретации 28 канона Халкидонского собора. Цитирую. Первенство римского епископа воспринималось восточными отцами не как обусловленное преемством этого епископа от апостола Петра, а как основанное на политическом значении Рима как столицы империи. Точно так же преимущества Константинопольского престола вытекали не из его древности Иерусалимский, Александрийский и Антиохийский престолы были древнее и не из каких-либо иных церковных предпосылок, а исключительно из политического значения Константинополя как города царя Исинклита. Конец цитаты. Подобная интерпретация, как мне кажется, противоречит истории, так как апостол Петр отправился в Рим не для того, чтобы получить власть, но чтобы сопротивляться ей и пострадать от нее. Упомянутая интерпретация утверждает подчинение Церкви политическим силам, которые являются сегодня наиболее значительным препятствием на пути к всеправославному единству. Третье. Я обеспокоен, когда читаю слова патриарха Дмитрия в День памяти святого Андрея в 1973 году, цитирую. «Все мы, будь то в Риме, Константинополе или другом городе, каким бы ни было его положение в церковной иерархии или в мире политики, осуществляем епископское служение в духе чистой и простой соборности, под началом единого верховного пастыря, который есть глава Церкви, Господь наш Иисус Христос». Конец цитаты. Эти слова довольно точно отражают позицию протестантизма, согласно которой Церковь невидима и пребывает со Христом на небе. Как я иногда позволяю себе говорить в кругу друзей, пока не дойдешь до епископов, православные церкви не отличаются от католических. Но от епископа и выше они благородные протестанты. Говоря богословским языком, как же осуществляется принцип преодоления территориальной ограниченности у Церквей сестер. Четвертое. Миф о Великом Расколе 1054 года не должен более влиять на наши отношения. Историки Церкви на Востоке и Западе показали, что эта дата, отмеченная трагическими событиями, не связана, однако, ни с каким расколом, который значительно выделялся бы на фоне предшествующих и последующих размолвок и примирений. Пятое. В ходе моих собственных исследований я открыла для себя первостепенное значение фигуры императора, как едва ли не священного начала, способствовавшего сохранению единства православия вплоть до приблизительно 1453 года. Отсутствие подобного зримого объединяющего начала после падения Римской империи не означает, что в подобном начале олицетворяющем надтерриториальное единство нет необходимости. В заключении мне хотелось бы подвести итоги и ответить на вопрос, что же это все означает для общения церквей сестер. Во-первых, выражение «наши две церкви» следует избегать, если оно не используется применительно к общению поместных церквей. Католическую церковь следует рассматривать как совокупность католических церквей. Во-вторых, в пределах церкви сестер единство богословской точки зрения необходимо лишь тогда, когда оно поясняет или защищает единое исповедание веры. Внутри единого исповедания веры разнообразие богословских подходов возможно и даже желательно. Вместо диалога о том, что нас разделяет, необходима совместная работа богословов по прояснению вопросов и задач, объединяющих нас, особенно в сегодняшнем мире. В этом смысле мы живем в пост-экуменическую эпоху. В-третьих, среди церквей сестер должны быть найдены способы их соединенного свидетельства об истине Христовой в соответствии с тем, как во всех них осуществляется единая Церковь Христа. В-четвертых, последний пункт. Я прошу лиц, ответственных за подготовку и проведение Всеправославного Собора, поразмыслить над статусом Собора в том, что касается древневосточных православных и западных католических церквей сестер? Будет ли это Вселенский Собор и тогда все неприглашенные поймут, что они не являются истинными христианскими церквами? Будет ли это Собор поместных православных церквей, на который будут допущены наблюдатели о других церквей, как здесь на этой встрече? И будет ли он хотя бы немного прислушиваться к мнению остального христианского мира? Или это будет самоутверждение православных церквей византийского корня, как особой конфессиональной семье? Было бы печально, если бы это было так. пока.